Всем привет! Сегодня мы поговорим об очень интересном смартфоне, и это Sharp Aquas S2. Я знаю, что сейчас он такой немножко хайповый в узких кругах, и давайте посмотрим на него более внимательно. Это большая распаковка, я начинаю. Поехали! Налейте себе чаечку-кофеечку, возьмите попкорн и наслаждайтесь данным видео. Сегодня я посмотрю в более удобном ракурсе говорящие руки о том, как выглядит упаковка, что содержится в комплекте, какие версии бывают. Также и будет видео, в котором я быстренько расскажу вам для чайников, скажем так, как быстро перепрошить на глобальную версию прошивки. Ну и, собственно, будет еще несколько видео сравнений, может быть полный обзор или мое мнение об этом устройстве. В общем, давайте начинать. Видео обещает быть долгим, но, надеюсь, интересным. Встречают по одежке, в нашем случае смартфоны встречают по коробке. Итак, перед вами коробочка Sharp Aquas S2, полностью запечатанная в заводскую упаковку. Говорить долго о коробке я не буду, скажу лишь, что на задней части у нас отражены характеристики, они на англо-китайском языках. Ну и, соответственно, давайте уже распакуем и посмотрим, потому что интересно посмотреть комплектацию, хотя многие из вас уже, скорее всего, знают, что находится внутри, но от этого смартфон не перестает быть интересным. Вот такой вот надрез с ножичком. Снимаем пленочку с коробки. Это всегда очень-очень весело. Скальпель у нас идет в сторонку. Ну и, собственно, перед нами коробочка Sharp Aquas S2. Первое открытие. Больше в коробке ничего нет. Картон. Ну, не стыдно такую коробку подарить, не стыдно такую коробку выставить, как витринный образец в магазин. Собственно, сам смартфон. Я уже смотрел, что из себя представляет данный смартфон по тем немногочисленным видео, что есть на YouTube. Ну, собственно, сразу, да, подтверждаю. Здесь действительно очень небольшой вес, хотя здесь батарейка 3000 мАч и, собственно, безрамочный дисплей, на который мы посмотрим чуть позднее. Давайте по характеристикам. 5,5 дюйма у нас дисплей. 2040х1080. LCD. 420 точек на дюйм. Камера у нас двойная. 12 мегапикселей. 12 плюс 8. Фазовый автофокус. 6 линз. Апертура 1,75. Ну и, собственно, фронтальная камера у нас 8 мегапикселей. 5 линз. Апертура f2.0. Процессор восьмиядерный. Qualcomm Snapdragon 630. Есть старшая версия на 6 гигабайт оперативки и 128. Постоянный. Там процессор 660 дракон. Оперативной памяти в моем случае 4 гигабайта. Встроена 64. Карты памяти поддерживаются за место одной сим-карты. Собственно, Bluetooth 4.2. Есть у нас NFC. Есть Wi-Fi. При этом у нас Wi-Fi двухдиапазонный. Сканер отпечатка пальцев встроен в немеханическую кнопку спереди. О нем мы сейчас поговорим отдельно. Ну и, собственно, аккумулятор на 3020 мАч. Размер 141 на 72. Толщина всего лишь 7,9 мм. Вес смартфона 140 грамм. Итак, в комплекте у нас, собственно, вот такая вот ванночка. При этом сделано все в стиле а-ля, может быть, даже похоже на OnePlus. Красно-белые цвета. Ванночку в сторонку. Дальше у нас идет вот такой вот кейсик. Так, его достаем. Здесь, скорее всего, документация. Больше здесь, в принципе, наверное, не о чему быть. Да, у нас есть инструкция на китайском. Абсолютно на китайском языке. Есть небольшой перевод на английском. Ну, собственно, нам рассказывается, как и что у нас здесь, куда симка вставляется и так далее. Где расположены основные технические отверстия и кнопочки. И всевозможные. Это, в принципе, можно почитать. И также у нас есть айскрепка. Все ее так называют. Потому что она началась со смартфонов iPhone. Компании Apple. Ну и, собственно, всеми ожидаемый комплектный чехол. Он из жесткого пластика. В принципе, на первое время сойдет. Но я собираюсь где-нибудь надыбать что-нибудь похожее на карбон. Может быть, на кожу. Чтобы заднюю сторону не в чехле носить. Потому что... Сейчас я покажу отдельно, как это будет выглядеть в чехле. Ну, собственно, на первое время пойдет. Вот такой вот комплектный чехольчик. Мелочь, а приятно. Молодцы же компания Sharp и завод Foxconn. Вы знаете, да, что половина компании продана китайскому производителю смартфонов. А половину принадлежит Японии. Собственно, разработки оттуда. Также у нас в комплекте вот такой вот очень приятный на тактильное ощущение кабель USB Type-C. При этом, да, вот подчеркивается вот эта вот заглушечка. Так же, как от компании OnePlus. И USB-A для того, чтобы вы синхронизировали и включали свой смартфон к зарядному устройству. Ну и, собственно, зарядное устройство в такой вот коробочке. Она у нас... Само устройство отдельное. Коробочка, соответственно, тоже отдельно. При этом это у нас 5 вольт, 2 ампера, если я не ошибаюсь. Да, 5 вольт, 2 ампера. Да, совершенно верно. 5 вольт, 2 ампера. Переходничка в комплекте нет, но он стоит в любом строительном магазине порядка там 15 рублей, может быть, 16. Ну и, собственно, последнее, что у нас в комплекте есть, это так называемый переходник USB Type-C на 3,5 джек. Он здесь присутствует в комплекте. Сразу рекомендую прикупить на Алиэкспрессе или где-нибудь кучу таких переходников, потому что тенденция нам говорит о том, что в последующем у нас, скорее всего, во всех смартфонах будет отсутствовать мини-джек. Кстати, напишите об этом в комментариях, что вы по этому поводу думаете, до сих пор вас бомбит или вы все-таки уже привыкли к этому. Вот такой вот комплект, он, в принципе, не сказать, что шикарный, но за те деньги, которые стоят смартфон от 200 до 300 долларов, я считаю, что комплектик более-менее ничего. Ничего плохого, скажем так. Коробку можно подарить, соответственно, со смартфоном все это прекрасно будет выглядеть в качестве подарка. Ну и сам смартфон в заводских пленочках выглядит вот таким вот образом. Сейчас мы аккуратненько снимем заводские пленки для того, чтобы... Я выбрал версию в черном цвете, также присутствует версия в синим, в белом и пока еще я не видел версия в зеленом цвете. Голово, собственно, глянцевый, Jet Black такой цвет. Офигительно он смотрится. Если честно, первые ощущения очень-очень прикольные, хорошие. Приятно такой смартфон держать в руках. Ну и, собственно, небольшое сравнение по визуальным характеристикам от Xiaomi Mi 5. Это мой постоянный смартфон на данный момент. В принципе, чем-то даже похоже. Это стекло. И это стекло. Спереди, собственно, выглядит вот таким вот образом. По массогабаритным устройствам. Напомню, что Xiaomi Mi 5 это 5,2, если быть точным, 5,15 дюйма экран. При этом он по старой технологии, уже старой технологии 16 к 9. Вот таким вот образом. Сейчас установлена прошивка Android 8.1 порт от Pixel. Скоро будет видео. Ну, а в Sharpie у нас установлен дисплей 5,5 дюйма. Безрамочный. Давайте включать. Собственно, пока смартфон включается... Чуть дольше надо нажать на кнопочку. Пока смартфон включается, первые впечатления. Да, многие говорят, что это Essential Phone для бедных. Потому что здесь есть точно такой же вырез под переднюю камеру в виде вот такого вот моноброви. Только это не монобровь, а немножко по-другому. Черный цвет. Посмотрите, как черный цвет достаточно черный. И вообще, конечно же, дисплеи у смартфонов Sharp и вообще по их технологии, они вот так вот это все выглядят. Есть в нем немножко нюансов по техническим моментам при включении смартфона, но об этом чуть позже. Итак, спереди у нас логотипчик компании Sharp. Здесь также есть многофункциональная кнопка. Она сенсорная. В нее устроен сканер отпечатка пальцев. На задней стороне двухсветодиодная вспышка. Модуль двойной камеры на 12,8 мегапикселей. Дополнительный микрофон. Снизу решеточка под динамик и одна решеточка под микрофон. Отверстие USB Type-C. Собственно, на правой грани, точнее на левой грани у нас комбинированный лоточек под сим-карты. При этом очень хорошо скрыты полоски под антенны. Они, скорее всего, сделаны из пластика. Немножко отвечаются по цвету, но практически их не видно. Клавиша включения-выключения чуть практически по серединке ей. Вы, наверное, не будете пользоваться, потому что смартфон можно будет разблокировать с помощью сканера отпечатка пальцев. И клавиша включения-выключения. Обе клавиши достаточно приятно нажимаются. У них такой достаточно тугой ход. Но сразу бы хотелось отметить, так же, как и у Xiaomi, немножко ход такой, то есть клавиши немножко, скажем так, ну не сказать, чтобы они разболтаны, но они не такие тугие, допустим, как у OnePlus и у других более дорогих производителей. Ну, собственно, по разъемам все. Все, сверху ничего нет, снизу у нас 3,5 нету, потому что у нас есть переходник. Ну и никакой пленки защитной с завода здесь не идет. Все говорят, что, многие, точнее, говорят о том, что вот эта вот нижняя часть на картинках и на живых фотографиях выглядит как какая-то широкая. Я это сразу хочу опровергнуть. Я это сразу хочу опровергнуть, ее практически не замечаешь. То есть, в принципе, наверное, можно было бы сделать чуть-чуть именно на вот уровень надписи Sharp чуть-чуть поменьше, потому что вот я сейчас поднесу, сфокусирую камеру. То есть, как раз-таки, вот если бы на вот эту ширину название Sharp убрать, то это было бы, наверное, совсем безрамочный смартфон. Итак, белый цвет, ну, белый прикольно, да, немножко, наверное, синевой отдает, но это, скорее всего, поправимо все в настройках дисплея. Итак, устанавливаем английский язык, хотя здесь изначально есть русский, но он не полноценный. Русский, не подключаемся, пропускаем, скипуем и финишируем. Давай, нажимай финиш. Вот так, собственно, выглядит дисплей Sharp Aquas S2. Посмотрим настройки на половину яркости. Максимальная яркость совсем максимальная, но минимальная выглядит вот следующим образом. Я думаю, что она будет для вас комфортна. Для видео, скорее всего, половина яркости будет более чем за глаза. Первое впечатление о дисплее. Ну, собственно, как и ожидалось, китайцы молодцы. Китайцы очень хорошо сделали данный дисплей. И он действительно передает все те тона и краски, которые, допустим, мы хотим видеть для того, чтобы нам было удобно, красиво пользоваться смартфоном и это все дело не напрягать. Сейчас я буквально на секунду отключусь. А вы можете посмотреть следующее видео о том, как быстро и безболезненно прошить самую актуальную последнюю версию международной прошивки. Инструкция для чайников. Ну, а я, друзья, продолжаю распаковку Sharp Aquas S2. После установки локализованной русскоязычной прошивки со всеми Google сервисами мы получаем следующее. Включаем смартфон и перед нами тот самый безрамочный дисплей. Такими жестами можем менять обои. Прикольная карусель из обоев. Сразу можно посмотреть, что все цвета, в принципе, отображаются так, как они должны отображаться. И вообще, внешний вид смартфона за эти деньги, ну, тут, как говорится, все удивляются, почему ему поют такие дифирамбы, оды, скажем так, хвалебные оды и хвалебные дифирамбы. Ну, все просто. Вы получаете за весьма скромные деньги, весьма хорошие технические характеристики и, самое главное, весьма хороший, стильный, безрамочный экран. Ну, собственно, давайте посмотрим, что у нас здесь есть из приложений, из настроек. Вот так вот выглядит меню настроек. Прикольно, что это Android 7.1. Я думаю, что производитель будет поддерживать и обновления до Android 8, потому что смартфон действительно покупают. Покупают не только, скажем так, россияне, не только в странах СНГ. Покупают во всем мире, и я думаю, что производитель будет классно все это дело оптимизировать. По поводу управления. Есть вот такой режим, есть такой режим. То есть вы можете видеть, что очень быстро очищается оперативная память. Есть свои предустановленные всевозможные, скажем так, виджеты. Обязательно сюда добавлю. Я этим смартфоном собираюсь пользоваться как своим. Обязательно сделаю сравнение с позапозапрошлогодней версией Mi 5. Сравним по быстродействию, потому что данный смартфон набирает порядка 80-90 тысяч очков в тесте Antutu, в новом обновленном. Ну а, собственно, примерно на 40 тысяч очков больше набирает Mi 5. Есть ли смысл покупать старую модель или все-таки на последнем процессоре Snapdragon 630, среднебюджетном, но при этом энергоэффективном, можно пользоваться Aquas S2 от компании Sharp. Что еще хотелось бы сказать? Давайте потестируем, посмотрим, не потестируем, а посмотрим на камеру, как она выглядит. Интерфейс камеры уже здесь все, конечно же, переведено. У нас есть всевозможные режимы съемки от Pro режима до режима съемки видео. Максимально поддерживаемое разрешение это Ultra HD. В принципе, этого должно хватать для повседневных нужд. Что касается более детальных тестов, конечно же, будет отдельное видео. Так, немножко поигрался, посмотрел. Ну, камера действительно неплохая, опять же, за эти деньги. Примеры снимков будут, скорее всего, отдельно, потому что в домашних условиях сразу на распаковке многое не протестируешь. Собственно, фронталочка тоже работает более-менее ничего. Вот она, лампочка Ильича. Ставьте лайк, если у вас так же. Ну и, собственно, давайте по звуку. Говорят, что здесь не очень хорошие динамики. Заходим в настройки. Сразу давайте для разработчиков и зайдем в анимацию окон на 0.5. Все это ставлю на любых смартфонах. На флагманах, не на флагманах. То есть, так более быстро все это будет, картинка обрабатываться. И не будет более таких плавных движений, задумчивых. Что у нас по звуку? Регулировка звука. Ну, как я и сказал, динамик здесь у нас один. Стереозвука у нас здесь. Да, я совершенно верно угадал. Это с правой стороны решеточка. С левой, соответственно, у нас, скорее всего, будет... Ну, смотрите. Мелодии. Не те немножко и мелодии. Давайте мелодию выживаю. Это максимальная громкость. Ну, друзья, смотрите. Что касаемо звука. Здесь хотелось бы сказать сразу честно. Звук здесь, конечно же, не суперский. Здесь никакого встроенного, выделенного аудиочипа нет. Динамик играет на, скажем так, 4 с минусом, на твердую четверку. Наверное, на 4 с минусом. Почему на 4 с минусом? Ну, потому что твердая четверка, это, скорее всего, уровень Mi 6. Вот уровень каких-то других смартфонов в этом ценовом диапазоне. Может быть, что-то от Huawei. Звук есть. Звонок вы не пропустите. Но, скорее всего, чего-то вам будет не хватать. Обязательно потестирую я звук через USB Type-C переходник на 3,5. Потому что у меня есть наушники, как и у любого из вас. Ну и, собственно, больше, наверное, здесь показывать нечего. Экран. Здесь самое главное экран. Потому что, если вы приобретаете смартфон в пределах 200-250 долларов, вы ждете от него что? В первую очередь, это чтобы он красиво выглядел. Данный смартфон вам дает такую возможность. То есть, посмотрите, цвет Jet Black. Конечно, это все будет заляпываться. Опять же, все зависит от ваших потненьких или непотненьких ручонок или рук, чтобы вы не обиделись. Ну и, собственно, самое второе по важности – это дисплей. Здесь он действительно отличный за эти деньги. Другого, наверное, просто невозможно было установить. При этом смартфон легкий, при этом у него неплохие камеры, хорошая автономность, звук на четверку с минусом. Ну, что еще хотеть? Самое главное для начала – снять вот эту вот пленочку для того, чтобы полноценно пользоваться смартфоном, полноценно тестировать, заляпается, не заляпается. Ну вот, товарищи, смотрите, вот так вот выглядит с комплектным чехлом. Я не знаю, что многие говорят, что портит. Ну да, выглядит немножко необычно, потому что хочется таким смартфоном пользоваться так, как ему создал и придумал непосредственно производитель. Но этот смартфон нам дает какую-никакую защиту, потому что все-таки стекло, оно, скорее всего, будет биться. Если вы хотите как-то по-другому, очень туго чехол одевается, то есть он подогнан там буквально на миллиметры. Вот так вот выглядит, собственно, с подсвеченным экраном. Я думаю, что в первое время можно пользоваться абсолютно нормально, адекватно, потому что на Алиэкспрессе и на других площадках есть всевозможные чехольчики под данную модельку. Я думаю, что вы выберете для себя. Я найду для вас пару подходящих и оставлю ссылки в описании. Давайте, друзья, попробуем настроить сканер отпечатка пальцев. Заходим в настройки. Так, давайте найдем у нас экран блокировки и отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев. Добавить отпечаток можно до пяти. Другой метод. Простой пароль. Продолжить. Продолжить. Ну и, собственно, настройка сканера проходит следующим образом. При каждом нажатии у нас, при каждом прикладывании у нас срабатывает вибрация. Вибрация такая приятная. Это, конечно, не Taptic Engine от Apple, но все равно один отпечаток пальцев у нас добавился. Молниеносное срабатывание. Ну, вообще, вообще круто. Еще одна из очень хороших новостей. У данного смартфона буквально несколько дней назад был разблокирован загрузчик. Нам это говорит о том, что, скорее всего, любители прошивок кастомных смогут со временем установить сюда, наверное, практически любую версию Android. Потому что смартфон пользуется популярностью и люди будут делать те самые кастомные прошивки. Здесь бы, наверное, очень подошел Face ID, то есть разблокировка по лицу, потому что вообще было бы это просто замечательно. На моем Xiaomi Mi 5 я установил Android 8.1 и он работает, ну, вообще, буквально за секунду. Вот, в принципе, наверное, на этом все. Распаковка, такая детальная распаковочка. Sharp Aquos S2. Наверное, буду заканчивать. Если вас что-то заинтересовало или я что-то пропустил, обязательно пишите об этом в комментариях, для того, чтобы я собирал больше, скажем так, от вас фидбэка, для того, чтобы обо всем рассказать в отдельном большом видео-обзоре об этом смартфоне. Ну и, собственно, со всем, чтобы было интересно, под конец видео вам расскажу. Не просто так стоит здесь вторая упаковочка от Sharp Aquos S2. Он там в синем цвете. Я вам покажу, как выглядит он действительно в интересном этом оттенке. Темно-синий, светло-синий. В общем, посмотрим в отдельном видео. Ну, а пока подписывайтесь на канал. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Обязательно пишем, что вы супергерой, если досмотрели до этих слов. Обязательно подписываемся на канал. Есть группа ВКонтакте, есть чат в Телеграме. В общем, все полезные ссылки будут в описании под этим видео. Подписка, лайк, шер, колокольчик. В общем, вы все, друзья, знаете. Ну и, собственно, касаемо приобретения данного гаджета. Торгуется он, конечно же, в Китае, потому что производится в Китае. Вы можете приобрести самостоятельно. Но я в этот раз решил не рисковать, потому что китайцы пишут настоящую стоимость смартфона, что дает, скажем так, нашей почте России шанс, может быть, и даже украсть смартфон. Согласитесь, достаточно неприятно получить пустую посылку или посылку с камнем. Покупать в Китае или покупать в России – дело каждого. Я решил выбрать и найти надежных людей в России. Так вот, в Санкт-Петербурге есть надежные ребята. Я с ними встретился, непосредственно с человеком переговорил, убедился в его честности, потому что людей прям на вид видно, честный он человек или нет. И, собственно, они уже имеют в наличии в России определенное количество данных устройств в постоянном наличии. Есть синие, есть черные. В общем-то, друзья, наверное, может быть, появятся и белые. Но суть не в этом. Мы договорились следующим образом. Если вы пройдете по ссылкам в описании, сейчас цена на смартфон 17,5 тысяч рублей. Если вы напишите, что вы с канала Gadgetmania, то цена на смартфон будет 15500 плюс доставка с ДЭКом в любой регион Российской Федерации. В принципе, скидочка в 2000 рублей для многих станет существенной. За 15,5 тысяч рублей это безумно хороший, красивый, быстрый и офигительный смартфон. На этом, пожалуй, наверное, все. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok